Доброе утро, дорогие телезрители! Наш утренний эфир продолжается. Чуть не проспал свою фразу. Да, сегодня Международный день Бардовской песни. Праздник неофициальный, однако существует уже так-то 20 лет. Первоуральскую есть чем гордиться. В нашем городе большое количество талантливых авторов-исполнителей. Познакомят нас с ними наши коллеги-журналисты. Вот такие они молодцы у нас. Внимание на экран. Как все это происходит, я не знаю. Я все время и куда-то попадаю. Нет, все просто превосходно. Люди замечательные. И что я бы написала, слушают внимательно. Елена Тишкова начала свой творческий путь уже более 20 лет назад. Однажды, оказавшись на сцене, поняла, что к спортивной карьере больше не вернется. Так занятия лыжными гонками остались позади. И начался новый этап музыкальной, поэтической жизни. За это время исполнительница в тандеме с уральскими аранжировщиками и композиторами записала и выпустила 6 авторских альбомов. Процесс рождения нового стихотворения или песни происходит спонтанно, не запланированно. Это потребность души. Надо, чтобы были события, надо, чтобы были эмоции. На фоне каких-то внутренних переживаний или радости рождаются какие-то строки. И надо просто, вот когда что-то родилось, да, здесь надо немного тишины. И вот это взять быстренько записать, или лучше взять гитару. Как-то у меня все вместе. Некоторые люди пишут музыку, отдельно стихи. Но в моем случае все это происходит одновременно. Одно из последних достижений – участие во Всероссийском фестивале рабочей песни в городе Железногорск, где исполнительница завоевала гран-при. А через год, вновь оказавшись в Курской области, стала лауреатом первой степени. Также Елена является руководителем музыкально-поэтического клуба. В окружении единомышленников певица словно растворяется в творческой атмосфере. Здесь есть у нас просто исполнители, у которых огромный запас бардовской авторской песни. И в большинстве своем – это авторы. Все нашли свое место и творчески развиваются. А творчество не знает границ, когда его щедро дарят людям. Елена надеется, что ее деятельность не напрасна и, общаясь с коллегами, заряжается энергией, обретая новые эмоции. Счастье льется через край, чудо-верь, люби, желай.